Всем привет! В этом видео мы сделаем тест FPS в различных играх на процессоре 2690v4. Данный процессор это процессор Intel Xeon, купленный на AliExpress, и цена его составляет всего 3000 рублей. Вся сборка мне обошлась около 17000, но минимальную цену, которую вы можете отдать, это там от 1012. Как видите, вот он центральный процессор, 33 градуса. Системная плата 115, не стоит пугаться, это просто отсутствует датчик, и естественно он демонстрирует максимальную температуру. Реальная же температура составляет 40-50, я проверял пирометром. Оперативная память у нас 32 ГБ и видеокарта RX 6600 на 8 ГБ. То есть мы посмотрим, какие максимальные FPS выдаст данная сборка на процессоре Xeon. Данный процессор у нас 14 ядер, 28 потоков. Максимальная частота у него будет 3200 МГц, и проверять мы это будем с помощью программы MSI. В MSI AutoBurner мы поставили температуру, загрузку, а также еще фреймрейт с помощью графика. Температура видеокарты будет указана двумя датчиками, потому что на этой видеокарте указываются две температуры и загрузка. Во время трансляции может быть немного мутное изображение, это возможно связано с настройками. Какие-то точные настройки OBS я, к сожалению, с ними не особо знаком. Если есть знатоки в программе OBS, те, кто знает, как правильно настрой, чтобы картинка была красивая и плавная, не поленитесь, напишите. По видео, по записи я выставил битрейт 12000, управление битрейтом CBR и формат записи MP4. Кодировщик выбрал X64. Но это та информация, которую я нашел в интернете. Ну все, попробуем посмотреть, сколько у нас выдаст. Сейчас мы находимся в игре танки. По настройкам у нас стоит графика ультра. Да, у нас не скачен клиент HD, потому что нет на это времени, думаю, нет особо в этом смысла. Клиент SD, SD вернее, и графика ультра. Как видим, у нас сейчас выдает 120-150 фпс. То есть, я думаю, минимальная где-то около 110. И если мы, допустим, откроем максимально карту, подвигаем мышкой, то мы можем опустить до 100 фпс. Если же мы опустим до самого низа, то у нас будет 160-150 фпс. При этом, как видим, температура процессора у нас не превышает 50 градусов, всего 43. А загрузка в среднем является 30. Но, как видим, в танках загрузка ядер идет неравномерная, где-то 46-50, где-то 20, а где-то и 10%. Но если мы посмотрим на параметр КПУ, он у нас составляет 25-30%. То есть, процессор практически не загружен. Но видеокарта при этом, как видим, загружена на 96-97%. Температура по видеокарте у нас составляет 58 градусов и 71. Я так понимаю, что это, скорее всего, температура на самом чипе ГПУ и температура, возможно, на чипах памяти. Все это стоит в корпусе цел 190. И частота, как видим, процессора 3200. То есть, средняя графика, как видим, у нас вот 150 фпс. Это на ультра настройках. Если мы камеру отдалим и пошевелим мышкой, ну, там можем уронить до 120. И 190 это при минимальном разрешении. Сменим у нас графику с ультра на максимальную или на высокую. И посмотрим, сколько фпс выдаст при этом. Многие хейтят. Xeon говорят, что он не игровой. То, что данный процессор у нас с низкой частотой на ядро. Это действительно так. Частота на ядро гораздо ниже, чем у современных процессоров. Но при этом мы должны и понимать, что стоимость этого процессора по меркам современных просто копеечная. 2680, к примеру, стоит вообще 1500 рублей. Данный процессор 3000. И он выдает неплохие результаты в 2023 году. Зайдем в настройки. Поменяем графику у нас с ультра на максимум. И мы должны понимать, что фпс в разных картах будет неоднозначен. Было такое, что когда на более низких настройках у нас фпс был ниже. Еще, чем на более высоких. Потому что мы попали в такую карту, где загрузка, текстуры и так далее было гораздо выше. Сейчас посмотрим, насколько у нас будет загружена видеокарта в этих настройках. Еще раз повторюсь, что настройки графики у нас сейчас максимум. Загрузка видеокарты снизилась. Она сейчас 74%. Было почти под 90 с лишним. Температура тоже упала 51-60 градусов. То есть мы понимаем, что это более-менее оптимальные настройки для видеокарты данного процессора. Ну, когда они не работают в перегреве. Температура же процессора особо не изменилась. Тоже в районе 47-43 градусов. То есть не превышает 50. И загрузка процессора теперь стала более равномерной по ядрам. Как видим, 30-40%. Ну, какие-то ядра 50-60. Теперь у нас, как видим, FPS особо не подрос. Он составляет у нас даже 100-120. Хотя мы снизили параметры графики. Это связано, опять же, наверное, с картой. Давайте отдалим. И пошевелим мышкой максимально задействуя и снижая FPS. Ну, вот мы получается там до 95 снизили. И если мы посмотрим в минимальную текстуру, то он до 230. Отдалим. Меньше 100, может быть. То есть на высоких настройках мы тоже получаем больше 100 FPS. Комфортной игры. Если где-то у вас будет небольшое подлагивание, то непосредственно сама игра сейчас идет абсолютно без каких-либо лагов с красивой плавной картинкой. Хотя фреймрейт, действительно, многие говорят, он просто ужасный. И как на нем играть. Но если его отключите, вам не показывайте, я думаю, вы вряд ли поймете, что у вас какие-то проблемы по фреймрейту. Сейчас попробуем зайти в максимальное, допустим, спецэффекты, чтобы у нас максимальное было количество игроков. Вон до 97 была просадка. Ну то есть мы можем понимать от 100 до 150 FPS вот в данной карте. Вот как видим, от 100 до 150 FPS в данной игре. И на данной карте. Вывем в ангар и скажу пару слов. Могу сказать одно. По Xeon. Xeon действительно не является чисто игровым процессором. Это все прекрасно знают. Это рабочий процессор. Но его неплохо приспособили для сбора игровых сборок. И учитывая его стоимость, это вообще отличное соотношение цены и производительности. Если вы же хотите абсолютно новый и хороший игровой процессор, то, конечно, вам необходимо выбирать 12400, который сейчас стоит, к сожалению, 18 тысяч. Какой-нибудь Ryzen 5700 и так далее. Или 5400. Игровые же сборки на нем, в принципе, получаются. И получаются неплохие. Также он и как рабочая станция отлично справляется с своей задачей. Ну, давайте посмотрим сейчас на высоких настройках. Сколько выдаст FPS. Действительно, многие говорят, что фреймрейт очень скачет. Он неплавный. Но при этом на каком-то визуальном отображении игры это вообще никак не сказывается. Вот данный процессор, в принципе, в многопотоке. Соизмерим с процессором 12400. И мы прекрасно видим, что 12400 самый дешевый стоит на зоне 13 тысяч, на XCOM 18, в DNS вообще 20. Если мы смотрим 2690v4, то данный процессор куплен у нас на AliExpress. Сборка у нас может стоить от 12 тысяч, причем с 32 гигабайтами. И, как мой вариант, с платой F8 она стоит 18. То есть, мы прекрасно понимаем, что целиком сборка на 32 гигабайтах, которая может использоваться вплоть до того, можно ее использовать и как небольшой простенький сервер, можно использовать как, если вы работаете с видеографикой, с фотографиями в фотошопе, в различных видеоредакторах. Если же вы работаете в каких-то инженерных программах, он прекрасно справится, потому что данный процессор 14 ядер, 28 потоков. То есть, он хорошо заточен под работу. Но также ничего не мешает, как видите, запускать игры, и они у нас все превосходные идут. Вот, как видим, сейчас у нас FPS тоже 160, 120, да? То есть, особо FPS не вырос, потому что действительно очень сильно зависит от карты. Но были карты, в которых я запускал, там было и 200 FPS. То есть, если мы сейчас посмотрим вниз, то у нас он до 370 FPS. Отмотаем на максимальное количество, и мы опять вон до сотки можем просадить. И теперь загрузка видеокарт у нас 67-70%. Температура же процессора остается, в принципе, в тех же пределах. 40-46 градусов. И загрузка также 30. Мы поняли, что, в принципе, процессор абсолютно не загружает игры, в зависимости от настроек. У нас, в основном, идет загрузка и упор в видеокарту. Как видим, что видеокарта у нас загружалась от 70 до 80 и до 90%. Но процессор себя прекрасно чувствует и превосходно воспроизводит у нас в разных настройках. Думаю, в принципе, на этом тест в танках можно закончить. И мы сейчас попробуем посмотреть FPS уже в другой игре. Следующая игра, которую мы попробуем, это всем известная сейчас вышедшая игра Resident Evil 4. Данная игра 23-го года. В принципе, довольно требовательная к современному железу. Не самая топовая по требовательности, но она, в принципе, очень тяжело уже может пойти на видеокарте RX 580, которая народная у нас за 6 тысяч в AliExpress. Я делал тесты до этого. Могу сказать, что в динамичных сценах и в более спокойных сценах будет разница где-то в 20-30 FPS. Если, условно, в спокойной и ровной сцене у нас где-то около 100 FPS, 90 FPS, то если супердинамичная сцена, то там будет до 70-65 просадка. Потому что, допустим, вот сейчас я буду вам демонстрировать эту игру, не факт, что будет какие-то динамические сцены, и все могут подумать, что тут очень высокий FPS. Я не стараюсь показать красивую картинку, я не стараюсь показать, какие высокие FPS выдает Xeon. Я показываю его реальные параметры, реальный FPS в тех играх, если вы решили брать. Потому что многие блогеры, вы прекрасно знаете, собираем сборку там за 15 тысяч, ставят минимальные настройки, влупливают туда супердорогую карту и говорят, о, смотрите, Xeon у нас выдает отличные параметры. Мы все прекрасно понимаем, собирая сборку на Xeon, никто особо не ставит супердорогие видеокарты. Ну, либо это в очень редких случаях. То есть, нет тут задачи показать, какой Xeon хорош или какой Xeon плохой. То есть, желание просто показать, на что способен в реальных условиях данный процессор. Не забываем, что еще идет программа записи, OBS работает, а он, возможно, ворует какое-то количество FPS, отображаемых на экране. Потому что многие говорят, что Xeon отвратительный, плохой, но тут как бы Xeon ни в чем не виноват, да, это просто рабочий процессор. Хотите, пользуйтесь им, хотите, нет. То есть, выбор за каждым. Я вообще настаиваю на том, чтобы все покупали Coral i9 13900 и Ryzen 5700. Так, давайте посмотрим настройки. Настройки у нас сейчас по графике разрешение 1920 на 1080. У нас частота кадров переменная и вертикальная синхронизация отключена. По качеству стоит у нас режим качества, текстуры 3 гигабайта, средняя. Ну, давайте поставим текстуры больше 3 гигабайт. Поставим, он 6 гигабайт, видеокарта у меня 8. У нас качество сеток высокое, высокое. Максимально сейчас задерем настройки. Да, ну, в принципе, максимально высокие настройки у нас. И посмотрим FPS. FPS сейчас составляет у нас 60-70. Сосед перфоратором заработал. Прошу прощения, но переснимать уже третий раз видео у меня просто нет желания. Ну, интересно, просядем ли мы ниже 60. Пока 70-60, то есть пока я... Вот, 60-53 было, как видим, да? То есть это на очень высоких настройках у нас. Попробуем настройки чуть снизить. Видеокарта у нас, как видим, 87-90%. То есть видеокарта загружена довольно-таки хорошо. И температура под 70. Температура же процессора мы видим здесь выше. Уже дошла до 50 градусов. И загрузка при этом у нас все равно 30-40%. То есть процессор мы особо не загружаем. Вот 40%. Вот максимально динамичную сцену взяли. Вот как видим, что мы в принципе процессор нагрузили максимально на 40%. И температуру подняли до 50 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... попробуем сейчас снизить качество графики и посмотрим увеличится ли у нас в ps было понимаем от 50 там до 70 сейчас перейдем в раздел графики качество мы трогать не будем мы снизим качество текстур до 3 как было качество сеток можем до среднего снизить тени снизим особо не влияет на внешний вид качество освещения низкая потому что тоже особо разницы не увидел сейчас попробуем переиграть посмотрим сколько выдаст фпс сейчас 67 72 даже смотрите до 100 фпс дошло то есть местами будет значит от 100 до 50 то есть фпс но значительно увеличился если мы снизим загрузкой но при этом смотрите загрузка видеокарт у нас составляет 90 88 процентов 60 80 то есть особо фпс мы не увеличили температура процессора также 50 у нас составляет и загрузка 35 ну то есть фпс у нас подрос на 10 на 15 однозначно но загрузка опять же процессор особо мы как видим это не влияет до 30 40 процентов температура тоже немножко снизилась загрузка видеокарты сейчас попробуем также максимально динамичную сцену перейти здесь конечно я думал упор больше видеокарту идет ну я могу сказать картинка плавная довольно все играбельно никаких проблем вообще я не вижу все думаю на этом тест можно закончить принципе сериальные фпс вы в данной игре видели если не сложно можете сказать какие фпс у вас выдают ваш компьютер то есть на каких параметрах чтобы было какое-то сравнение допустим можете написать что у меня такой-то такой-то процессор такая-то видеокарта и в этой игре выдает вот такие-то фпс это будет более наглядно для примера и для понимания то есть на что способен какой процессор и с чем можно его сравнить следующая на третья игра на которой мы попробуем проверить это будет контр-страйк вторая часть которая у нас сейчас вышла ну как видите перфоратором работает именно в тот момент и в ту минуту когда решил записывать то есть я сейчас заброшу за сейчас кончу записывать и перфоратором перестанут работать это как бы классика либо обязательно кто-то бибикать будет на улице так смотрим настройки настройки у нас сейчас качество тени низкая да и теперь мы сейчас поставим очень высокие настройки то есть мы выставили максимально высокие настройки переходим в игру перейдем всем известную карту даст и dust сразу могу сказать что я не являюсь фанатом данной игры и особо в нее не играю так что здесь будет чисто демонстрация ну как видим на супер максимальных настройках у нас 160 150 fps 190 170 160 180 140 интересно до 120 мы просадим в каких-нибудь сценах 150 160 но было скачок до 120 то есть мы понимаем 120 180 fps данная игра у нас на супер максимальных настройках средний fps который данная игра выдает у нас 130 150 это на максимальных сейчас попробуем выйти с игры так ну что попробуем выйти сейчас игры выйти главное меню потому что я думаю может быть настройки вот только тогда применяется перейдем на стройке и выставим графику и высокую а просто высокую поставим графику либо поставим вообще среднем потому что те кто занимается киберспортом и принципиально что-то выше наверно 200 fps в играх то есть добьемся ли мы именно такого фреймтайма до фрейм подрос 200 конечно нету 130 150 местами до 190 как видим так 150 120 130 ну как странно футбайс особо не подрос теперь давайте посмотрим на параметры процессор у нас 50 градусов да примерно так же как был 44-30 процентов загрузка частота ядер 32 и загрузка процессора как ни странно 71 74 градуса да ну там от 60 до 70 то есть то есть данная игра сейчас уже вторая часть нормально нагружает у нас процессор я довольно таки удивлен теперь попробуем снизить у нас нагрузку попробуем сейчас снизить еще графику со среднем поставим на низкую так выйдем главное меню чтоб у нас наверное применились настройки графики еще раз проверяем у нас стоит низкая пользовательская пользовательская выбираем ставим низкую качество графики те кто играет как киберспортсмен или профессионально играет в эту игру то им принципиально важно большое количество здесь fps что игра динамичная я до сих пор почему не являюсь его фанатом потому что иногда просто непонятно как люди выскакивать буквально за доли секунды и прямо в голову попадают то есть причем это делаются снайперки то есть какая-то немного неуправляемая граф 190 200 да мы в принципе добились от 170 до 200 fps в данной игре то есть если вам нужен очень высокий fps в игре ставите низкие настройки и на данном процессоре для примера если можно напишите сколько на вашем компьютере fps при этом загрузка при этом как смотрите загрузка процессора у нас снизилась и видеокарта тоже загрузка снизилась уже там до 60 проседает но при этом все равно в среднем 70 держится температура также остается 50 мы как видим что в принципе особо изменение настроек как видим у нас не сильно влияет изменение настроек на температуру и на загрузку процессора еще раз повторюсь как видите прекрасно купили процессор за 3000 играем на 200 fps на низких настройках kontra strike 2 так ну давайте выйдем главное меню в принципе все параметры посмотрели и попробуем сейчас запустить игру данная игра у нас кстати очень тоже требовательная в принципе неплохо загружает процессор и при высоких настройках может выдавать не совсем высокий fps я не особо пропагандирую своих видео там покупку зеона я просто демонстрирую да мне в принципе нравится зеон я до этого сидел на процессоре м4 4 506 ядер 12 потоков и он и сейчас у меня есть но сейчас выбрал зеон в принципе в работе в повседневных задачах также в играх показывать все превосходные я не вижу смысла в компьютере за те же деньги или даже больше которые в принципе ничем не лучше но многих эти от конечно его из-за китайских плат о чем я часто пишу что ну не покупайте вы плохие платы есть хороший производитель хуананжи в принципе он производит неплохие по качеству платы да не стоит немного дороже но при этом по качеству они я визуально и сколькими пользуюсь не отличается от брендовых плат которые у нас продаются в dns так перейдем настройки сейчас стоит у нас общее качество ультра то есть максимальное качество графики тоже не забываем игра 2023 года да то есть мы абсолютно можем использовать данное железо на на играх двадцать третьего года причем мы опять я повторюсь процессор стоит сущие копейки если говорят что он был выйдет из строя но вышел из строя полторы тысячи стоит 2680 ну вот мы видим у нас 80 90 fps спокойных сценах температура процессора у нас 48 градусов загрузка 46 но смотрите у нас видеокарта за видеокарта загружена на 96 процентов с температурой до 70 как видим 120 130 fps уже игра выдает хотя качество графики если мы перейдем на стройке средняя да то есть мы понимаем что игра может быть не совсем идеально оптимизирована с чем как бы у нас высокий упор идет видеокарту если же мы поставим допустим на высокую фпс особо тоже не изменился там ну до 87 часу причем загрузка видеокарты стала 90 85 смотрите на высоких настройках у нас до 130 fps сейчас загрузка видеокарта остается довольно таки высокая но загрузка процессора вот сейчас мы видели до 51 процента была загрузка процессора мы посмотрели сейчас в принципе работу компьютера 2690 в этих играх есть игры 23 года есть классические игры которые уже играют много лет как танки и контра страйк выбирать не выбирать данный компьютер это уже дело ваше на этом видео заканчивая все спасибо